Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Здравствуйте, братья и сестры! Сегодня бы хотела рассказать вам, как мне Господь открыл заэшелоны, и как ведь человеку, прежде чем прийти к Богу, нужно примириться с ближним. Это основа из всех основ. Первый раз заэшелон мне было открыто где-то года три назад. Смотрела я одно видео, девушка говорила, что там готовить нам, как в рюкзаке, какие там с собой вещи брать, какие необходимые. И меня вот так интересовал вопрос, как же ехать вообще, что действительно с собой брать, как мы будем добираться. Это эшелонное слово, такое тяжёлое понимание его такое. Как это, чтобы грузить нас туда будут или как. Ну и в общем, как-то меня берёт и открывается, что я смотрю, что как будто я стою на вокзале, то есть себя не видела, а смотрю, что стоят чемоданы. Вот, ну посмотрела, чемоданы стоят, больше никого я не видела. И вокзал, мне так показалось, что это как Харьков. То есть потому что Днепропетровск я знаю, а по направлению к России, как мы понимаем, это же у нас, допустим, Днепропетровск, потом Харьков. Вот, ну вот это я посмотрела, то есть это то, что меня Господь открыл. И потом второй раз это было, мне было просто сказано, что как бы я буду в этом составе, что я буду ехать. Ну вот так это было второй раз. А в третий раз уже было. Это было, значит, как будто мне такое, ну это было не сновидение, а видение. Вот, скажем так. Как будто это было, это было даже недавно. Это было где-то полгода назад, может где-то так вот, может месяца 7-8, не помню даже ли во время карантина. Наверное, во время карантина это было. То есть как будто я захожу в комнату одну, я так поняла, это в моём городе. А я перед этим всё думала, сколько же людей будет в этом эшелоне, да, сколько там же, ну какое количество там будет. И захожу я в комнату, и там люди сидят, и три человека всего лишь. И я вот захожу, и захожу с чемоданами, ну там какая-то ещё вещь там со мной. Вот, и сажусь. Всё тихо, спокойно. И там меня какой-то из милиции вроде кто-то меня завёл в эту комнату. Вот, ну так это всё. А потом я понимаю вообще, как дальше будет происходить вот за вот этот первый эшелон. То есть это будет после того, как я поняла, как начнётся вакцинация принудительная. Господь всех, всем людям, которым он, я понимаю, которым он, вот именно он скажет, не тот, кто человек сам захочет, и он сам решит, а вот именно кому он скажет, эти люди собираются в одном городе. Ну, я говорю, что меня вот как милиционер, да, полицай этот, или как они, привёл, да, то есть они как бы собираются в одном городе. Как они собираются, вот именно точности я не знаю. Я знаю, как я зашла в эту комнату. То есть в одном городе они собираются. Потом они все вместе, эти люди, встречаются в Харькове. Так как я живу на Украине, то мы встречаемся в Харькове. Вот, среди них будет человек, который будет от Бога. И этот человек, ему будет полностью всё открываться, и этот человек будет людей везти. Вот. Ну, вот и всё. То есть вот что я знаю. И ещё что, и люди будут ехать своим ходом. То есть не будет там какого-то эшелона, там всё это будет, то есть мы с чемоданами. То есть людей я тоже массово не видела. Я знаю, что мы будем ехать своим ходом. Вот. И сколько людей будет, я тоже не знаю. Только видела, как вот в комнате это было. Ну, вот это вот за первый эшелон. За второй я ничего не знаю. Мне было как-то на третий раз открыто именно только за первый и за третий. Вот. А второй я понимаю, что это уже середина как бы там уже. Можно самим понять, как что. Значит, третий эшелон. Действительно уже это будет какой-то или состав, или какие-то там действительно уже людей будут, вот именно состав их загружать будет. И там действительно вот как говорится, как святые старцы говорят, святые отцы говорили, что вот хоть за колёсок хватайтесь. То есть действительно там людей будет уже много, потому что это же уже будет вакцинация идти полным ходом, кто выставит, кто не выставит. И там вот, я так понимаю, что вот это вот, знаете, как они говорили, хоть за колёса хватается, смысл этого слова. Понятно, что это образное слово. Но как понять, за колёса хватаетесь? Это и есть приложить усилия, понимаете? Даже сопротивление вакцинации, да, это же тоже приложение усилий. Это для того, чтобы ты понял, что тебе можно там где-то состав будет стоять, чтобы где-то там люди будут собираться, хотя там это уже большое количество людей будет. Потому что, допустим, даже если, когда я узнала первый раз за первый эшелон, я знакомой говорю, ну, давай я тебе позвоню, скажу, чтобы ты там тоже приехала в Харьков. А потом я поняла, просто человек, он даже не сможет, понимаете, именно надо, чтобы Господь. Почему? Потому что первый эшелон — это будут люди, которые подготовлены уже к этому, ко всему, это которым именно Господь скажет. Люди даже, если они захотят как-то там по знакомству там как-то сообщить, то есть я даже, допустим, не смогу сообщить, потому что это, получается, я через Бога переступаю. Ведь это его дело. Он сам знает, каких людей себя звать. Почему? Потому что это люди уже первые. Они уже подготовлены, подготовлены в еде, допустим. Вы же понимаете, что за счёт чего там жить же. Потом подготовлены не только в еде, а вообще и в быту. Потому что когда у меня там один был разговор, в комментариях вроде бы один спрашивал, а как жить? Вообще ни еды, ничего нет. И тут мне берётся и открывается. Пускай читает книгу «Исход». То есть для меня полностью я понимаю, что вот как книги «Исход», как евреи, когда вышли, и как они и шли, вот как их Господь полностью поддерживал, и всё Он им давал. Точно так же самое и это будет. Потом ещё как эти люди будут подготовлены ещё, допустим, в борьбе опять же со своими страстями. Потому что если человек не подготовленный с этим и со своими привычками не боролся, ну, допустим, это я за первое шоу вам говорю, то, понимаете, это будут ссоры, это будут проблемы и всё. А здесь же Господь как бы берёт тех людей, которые старались и прилаживали усилия, то есть как бы уменьшали все свои страсти. То есть они их как бы не совсем пускают, но, по крайней мере, они их утихомировали и уже знают, что такая борьба с ними, и умеют с ними смиряться, и со своей гордыней так же само. Потому что, допустим, если обычный человек делал имитацию, скажем, эту, что он смиряется, на самом деле это всё не происходило, то просто он, понимаете, его же там будут обличать, и ему будет просто сложно там всем находиться. Дальше куда повезут, я не знаю, то есть не видела, но видела, когда за меня лично открывалось, а там что у меня там будет дальше, то я видела, что я буду, ну, в лесу я там буду, где, как. Я просто видела, что как по лесу и шла, и всё. А потом ещё, что мне касается вот эшелонов, то как-то я, знаете, думала, как же я там провезу там, ну, в общем, короче, через границу, думаю, как же я там провезу там какие-то там вещи, там как за ювелирные там изделия, потому что ж золото надо брать, мало ли там что. Непонятно, что с валютой скоро станет, крах мировой как начнётся. Вот. И я вот это ж думала, думала уже, и поэтому и звонила уже, интересовалась через интернет, думаю, как же через таможие мне проходить, сколько можно там с собой брать, там вот такое. Когда мне берётся и открывается, знаете, я как бы с мучительной такой стороны, мне берётся и открывается, говорит, да у тебя паспорта нет. И потом я так раз и сразу успокаиваюсь. Значит, у меня действительно паспорт закончился в этом году весной-весной. То есть, естественно, я ничего не делаю. Вот. И полностью у меня даже мыслях нет, у меня полностью на Бога, полностью я полагаюсь, как я пройду. И после этого же я поняла, что, значит, тут я за паспорт полагалась полностью на Бога, а за финансовую часть, видно, это же грешки ещё есть, поэтому они меня так волновали, поэтому я за это как бы и переживала. Вот. И то есть, как я помню с одного видео, как я понимаю, какой будет проходить через границу, просто говорили, что когда вот это всё начнётся, тогда границы будут пропускать, как бы упрощение будет всех документов. И поэтому я понимаю, что вот так будет проходить граница более как бы спокойно. Ну я не знаю, может быть, это только для тех, которые будут проходить вот с этими шалонами. Я не знаю, но я полностью как бы уповаю на Бога в этом случае, и поэтому полностью спокойно. И для меня главное, опять же, не грешить, главное ничего не сделать плохого, главное стоять в вере и в истине. А сейчас стоять в вере и истине — это идти против системы, против того беззакония, которое нам предлагают и навязывают, которое противоречит полностью нашим конституционным правам. А главное помнить, что права и свободу выбора нам дал Господь при нашем же рождении. И вспомним, как боролся Иисус Христос, как Он и шёл против тех же, против той власти, против фарисеев, обличал их, для нашего же спасения. И что путь Христа — прообраз наших дней и точно такое же самое сопротивление в наше время, как было и две тысячи лет тому назад. Ну вот теперь я хочу рассказать уже насчёт того, как нужно примириться с ближними, как я сказала, что это основа всех основ. Я просто когда рассматривала, как я пришла к Богу и где это было начало, и только потом я поняла, что ведь перед началом, перед тем, как я начала ещё бороться активно уже со своими страстями, то есть это конкретно отказываться от греха своего, то перед этим у меня было там две проблемы, которые, ну как ссора с кем-то, с людьми, с которыми не общалась, как бы злость внутри была. Вроде бы ты как бы спокойна, но тем не менее злость она была. И я перед этим, как бы так получилось, что я встретилась с человеком по дороге, поздоровалась, а он не захотел здороваться. То есть я приложила, я действительно переломила себя, но я уже к этому подготавливалась, мне уже хотелось как-то от этого уйти. Вот. А человек никак не ответил, он пошёл. Вот. Но это её проблемы. То есть моё дело было, что я приложила усилия. Всё, я переступила через себя, через свою гордыню, и человек это сделал. А всё остальное — это уже человека отсчёт. Ну и второй раз так же самое тоже надо переломить себя. Вот именно грех, он переламывается. Если нету, не приложилось усилия, допустим, если это всё легко и спокойно, значит, это просто самообман. Надо приложить усилия, у тебя прямо аж, понимаете, это же облегчение такое на сердце происходит, да и вообще в душе происходит. Ну, со вторым человеком у нас всё, слава Богу, всё нормально, всё разговаривали и всё. Вот это, понимаете, это получается, если человек приходит к Богу без… вот со злостью с этой, к ближнему, вот как и говорится в Евангелии, да, сначала ты возьми и примирись ближним к своему, чтобы там не получилось чего дальше плохого. Вот так же самое и здесь. То есть если ты этого не сделал, значит, ты приходишь со злостью. А если ты приходишь со злостью, а хотим быть в любви и в истине, да, ну о чём же тогда можно говорить? То есть без этого, поэтому и про… поэтому, допустим, и такое, что человек-то и не приходит, вообще-то, и к Богу. может ходить-ходить в церковь годами и годами, а на самом деле-то он-то и не пришёл. Почему? Потому что есть злость на ближнего. Вот её надо переломить, вот её надо подходить, понимаете, вот к этому, это подход такой серьёзный такой, то есть это я обдумывала, это я ломала себя не один месяц, прежде чем я пришла к этому, понимаете, это тяжело, потому что мы же все думаем, что это кто-то виноват, только не я виновата. На самом деле, если человек злость впустил, значит, это он и виноват. Вот бывает, допустим, такая ситуация, один, допустим, поругался, то есть, ну, не поругались даже, допустим, два человека разговаривают, один зло ишёл, а другой нормальный. Вот там, где злость, вот это его проблема, а там, где нормальный, то он не впустил в себя злость, и у него не будет этого. А если два человека впустили злость, то, извини, если в тебя ты эту злость имеешь, понимаешь, что тебе надо эту злость только вытолкнуть из себя. И вот как Господь, допустим, помогает человеку примириться к ближнему или ему дают какие-то понятия. Вот у меня как-то было, это мне сейчас тоже сказали, чтобы я это сказала, как-то было у меня в одном, значит, чаде, тоже, в общем, выставили, кто-то там выставил видео за Пелагею Рязанскую, а один из священников взял и сказал, ну очень грубо сказал, сказал, что вы тут сектантов типа выставляете, ну что-то такое. Я недословно перевожу, что ещё помню какие слова. И проходит время, и все молчат. Ну а я же видела, а получается так, что если ты, допустим, в чаде в каком-то, и вот так вот выставили, и ты промолчал, то ты, получается, соучастник греха. Поэтому я, когда вышла с этого чада, я больше практически быстренько зашла и вышла. То есть обычно нигде не участвую, потому что везде всё одно и то же. Всё равно ты, если промолчишь, значит, ты согрешишь. Ну и вот он сказал, что что вы вот это сектанта, сектанта всё доставите, там такое всякое. Этот человек, значит, ничего не ответил, и никто больше ничего не ответил. Ну а я же знаю за Пелагею Рязанскую, какая она, что на святой человек, что там вообще речи не может быть. Ну и, в общем, я пишу. Я пишу, что неправильно она говорила, что батюшки на биометрию благословляют. И честно, я не помню, что я ещё там написала, но я помню хорошо, что я написала за биометрию. Вот. И написала ещё 140-й салон, что пусть меня праведник, пусть наказывает меня праведник, эта милость обличает меня, это полный елей. Вот. И, в общем, там было, конечно, что-то с чем-то. В общем, этот батюшка на меня так, конечно, со злостью высказался. То есть это же при всех, в чаде священник при всех высказывается. Тем более, что я его очень хорошо знала, и он меня хорошо знал. То есть я там опять видео там какое-то, немножко там, в общем, короче, ну, второй раз я ещё там что-то видела, что вот она там такая святая, она могла лечить людей. Ну, как бы ничего такого не вышло. Ну, в общем, и всё. Больше третий раз там ещё, я не помню, что он там говорил, не говорил. Но он больше, вот это один раз он так хорошо сказал. Вот. И всё. И как бы на этом закончилось. Если никто, комментарии, все же ему лайки, как всегда, потому что это вот это вайбер, ему лайки. Я же, как всегда, там везде в стороне стою. Никто за меня не заступился, никто не поддержал. И ну, и всё. И на этом закончилось всё. Вот. Потом через какое-то время проходит две недели. Это было дело как раз на поминальную, на родоницу. Вот. И тут я подъезжаю. Ну, в общем, стою уже, как раз подхожу к машине. И батюшка этот. То есть никогда в городе с ним не встречалась, а тут на тебе на кладбище встречаемся. И он мне прям, ну, метров 20 возле меня. Тем более, я же говорю ещё раз. То есть мы были в хороших отношениях с ним вообще. И он меня увидел за 20 где-то метров. И увидел, и ничего не сказал. Ну, я о чём буду говорить. Меня, в принципе, он там унизил. Как бы он так некрасиво поступил. А, что он ответил на мне? Я так и не сказала. Он взял на меня так грубо отнёсся и сказал, что идите в эту секту. То есть, ну, не помню. Ну, в общем, короче, что идите там, прыгайте или ещё что-то. Идите к этим сектантам и общайтесь вместе, и дружите с ними вместе. Ну, со злостью такое-то было сказано. И после того, как он меня увидел на кладбище, он же ничего не сказал. А я ещё сама думала, а чего вот так вот, знаете, то есть почему так? Это было года два назад где-то. Почему вот так вот я увидела человека после ссоры? Я не могла к нему подойти, так как он меня обидел. А потом до меня дошло. Вот так вот Господь, и это же человек, это злость, понимаете, вошла внутри него насчёт ближнего. И вот он, эта злость же так и сидит она, понимаете. А Господь через две недели буквально на кладбище Он берёт и как бы сталкивает людей, чтобы тот, который злость пустил, чтобы он её выпустил. Я на него абсолютно никакой злости нет, это у меня всё спокойно, всё нормально, никаких проблем. А вот именно вот этот случай, мне буквально где-то недели две назад мне как бы показали, и вот поэтому я за это в случае рассказываю как бы пример всему, что как Господь помогает и людей, и чтобы они извинения просили, и как бы он их вместе, ну чтобы как бы дело случая, получается, вот с подругой я с той дело случая, то есть как бы по городу не виделись, не виделись, на тебе увиделись. И вот с батюшкой с этим, то есть он злость видно впустил, и у него был шанс, чтобы он как бы сказал, ну там Лена там там ну как бы давай не будем там, или там ещё чего-то, то есть этого не произошло, ну значит не произошло. Ну вот так я хотела сказать и привести вот пример как за ближнего, чтобы, дай Бог, чтобы у вас вы могли бы как бы это понять, и в своих делах, если как бы есть проблемы, чтобы их решать. Потому что я вам скажу, проблемы у нас очень и очень и очень, я ещё расскажу, очень много, и их надо решать, потому что именно вот эти вот проблемы, они тянут людей вниз и не дают им свет этот тот, который божественный, на который мы всё-таки хотим все прийти. Спасибо, Господи, что слушали меня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok